Наша новая тема сегодня это последние дни, и когда мы говорим обычно о последние дни, мы говорим о конце мира, конец света, переход из мира, который мы сейчас, переход в Царство Небесное, в Царство Господа. И сколько шагов, это два шага. Сначала есть Тысячелетное Царство, и потом Царство, которое называется Небесный Иерусалим. Мы также учим это из пророчества Исаии, которое учится в последние дни, и это пророчество из Михи, Михе, которое учило Тысячелетное Царство, мы должны спрашивать себя вопрос. Если тема последние дни, мы должны знать, учим ли мы Тысячелетное Царство, или переход из этого мира в мир грядущий. Обычно между нами, когда мы говорим о последних днях, мы говорим о последней неделе Даниила. Откуда мы берем этот термин? Книга Даниэль, в 9 главе. Мы говорим о седьмине, седьмая седьмина, или неделя. И обычно, когда написано шавуа, то есть неделя, это неделя, но мы понимаем, что шавуа, это седьмина, семь лет. Семилетний срок. То есть слово шавуа, это семь лет. Откуда мы это учим? Я хочу относиться к тому, что ты сказал Элли. В книге Даниила написано, в 9 главе. Если мы говорим о шавуот, то есть недели, здесь написано шавуот, написано шавуим. То есть другое слово для множественного числа. Из этого изменения мы понимаем, что говорится о пророческой седьмина. То есть семь лет. Я думаю, хорошо начать то, что у нас наш учитель Ишуа, что он учил об этом времени. Поэтому я хочу несколько недель, где-то месяц, месяц, полтора месяца, мы будем учить из важного очень места. Слова Ишуа из книги Матфея, Евангелия Матфея, 2,4 глава. Здесь сегодня вечером, я не думаю, что мы много будем говорить, но в последующей неделе сейчас что-то короткое. Итак, 24 глава, книга Евангелия Матфея, 1 стих. Я хочу говорить от 1 стиха до конца 5 стиха, где написано 1 стих. И выйдя, Иисус шел из храма. Кто вышел из храма? Ишуа. Мы не знаем, почему он там был. И мы не знаем, мы это тоже время, которое было в конце прошлой главы или нет. Он вышел из храма, он был во святом городе Иерусалиме. И написано в конце, что шел из храма, и вдруг мы видим что-то. В продолжении стиха написано, что приступили ученики его. То есть все, что Ишуа учил здесь, он это делал из-за того, что сказали его ученики. Я хочу сказать что-то об этой главе. В первую очередь, как он говорил своим ученикам. На большинство вещей, о которых он говорил, это не только для его учеников, которые в это время, но для тех его учеников, которые будут жить последние дни. То есть это может быть мы. Это говорится к нам. То есть, и выйдя, Иисус шел из храма, и приступили ученики его, и пришли с целью какой-то, чтобы показать ему здание храма. И очень важно, что здесь написано здание храма. Мы не говорим только о том, что мы думаем о сам храме. Здесь не только говорится о самом храме. Есть вопрос. Какие здания были там? Там было святое, также святое святых. То, что мы думаем, когда говорим о храме, да? Также мы знаем, что в этом месте были другие здания, которые были связаны с чем? Санедрионом, Санедрионом, Санедрион, на иврите, да? Мы знаем, что Ешуа хочет сказать, что ждет это место. Здесь мы учим из первого стиха. Здесь именно затрагивается здание храма. И мы не видим, почему нигде заповеди от Господа, чтобы эти здания Санедриона были рядом с храмом. Кто должен это сделать? Кто хотели это сделать? Именно в лидеры народа. То есть, по большому счету, в арене, о котором мы говорим сейчас, нет раввинов, как у нас сейчас есть. Раввины, когда они получили власть после разрушения храма. Мы знаем, что были раввины в это время. Время Ешуа и раньше, но у них не было такой власти, как сейчас. Что они делали? Они ходили с места на место с такой целью? На севере, в других. Не были особенно вокруг Иерусалима, в Иудее. Были на севере. И они учили. Они были месяц или два за пределами своего города, чтобы учить. И потом они приходили обратно, чтобы давать деньги своей семье. И шли в другие места, чтобы учить. у них нету никакой власти. Книжникам и фарисеям и священникам у них была власть. Но фарисеи это не раввины. Мы знаем, что фарисеи были сенегриони. А у раввинов был уровень гораздо ниже. То есть, раввины не упоминаются в Новом Завете. в некоторых местах написано, что есть как бы книжники, которые были раввинами. Но больше имеется в виду Орехдин, то есть, то, которое ведет дело суда. И в Деяниях Апостолов мы читаем, что священники они заплатили Тертуву, который был Ритером. он был как каратор такой, Ритером. Он был против Павла, он говорил против Павла, Какой у него была цель, какую его роль у него? Он не был Ритером или ведущим суд светский, но именно религиозный суд. То есть, раввины в основном не действовали в севере в Галилее, не в Иерусалиме. Это не наша тема сейчас. Я хочу сказать, что люди, которые как священники не хотели находиться в этом месте. Их цель была есть связь между поклонением Господу, богослужением и правосудиям, то есть Синедрионем, да? Почему вы думаете, что ученики указали на эти здания, указали и ушло? Потому что эти здания были очень красивые, да. они были красивые внешне. Внутри, что было внутри там? Не говорили об этом на прошлом деле на Иордане, что было много там коррупции. И были люди, которые не хотели туда идти, как Иоанн Креститель, не хотели уйти туда уже, Иерусалим. И они сказали, ты видишь эти здания? Посмотрите на второй стих. Еще же сказала, видите ли вы все это? Все эти камни, все эти здания, он продолжает и говорить. истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Правильно? Нет сомнений, что еще когда он говорит пророчество, о чем он пророчествует? О разрушении третьего, второго храма, да? Я хочу что-то сказать. Есть еще больше и больше христиан из язычников, хотят сказать да, Ишуа учил в этом втором стихе о разрешении второго храма. Это случилось 1950 лет назад, да? Но они хотят сказать все, что Ишуа сказал об этом времени, это неправильно. Те же люди, которые говорят о окровении Иоанна, по их мыслям, что все это говорит, что уже произошло с нами, не то, что в конце времен. Конечно, это неправильно. Тоже хочу сказать, Ишуа говорил, он пророчествовал, и то, что он сказал, камня на камне не останется, все будет разрушено. через сколько время это случилось, через 40 лет после этого он рассказал это пророчество. Он сказал это как пророчество, да? Он был прав, конечно, на сто процентов. Поэтому, когда мы учим здесь, Ишуа был прав о разрушении второго храма, и то, что случилось со сытым гордым Иерусалимом и захватом римлянам, римлянами, чтобы дать нам мысль, то, что он говорил после этого о последних днях, так же все исполнится. То есть он прав абсолютно и то, что насчет последних То есть эти христиане не учат, что то, что Ишуа говорит в этом главе уже произошло, есть люди, которые это говорят, да, есть теология, это очень модно сейчас в моем христианстве, что мы уже сейчас в тысячелетнем царстве, нет, они говорят, есть еще теология, я это тоже не принимаю, они говорят, то, что написано здесь все что написано в этой главе все это уже произошло с нашим мире в 50 году конечно нет это не так то, что еще был прав насчет того, он сказал о разрушении второго храма это чтобы научить нас что то, он будет говорить дальше все это также правда можно полагаться это есть сейчас третье стиль и что то мы здесь видим когда это случилось все что написано то что еще говорил когда вышел на храмовой горе и теперь есть другое место третий стих да и когда мы читаем Танах и Новый Завет если есть изменения вместе есть к этому причина мы говорим о другой теме давайте посмотрим вместе третий стих написано здесь когда же он сидел на масличной горе мы учили раввины говорят о масличной горе о горе помазания они знающие связь между этим местом и чем что там сейчас находится когда приезжают на нас лишнюю гору там есть кладбище почему там там будет воскресить начнется воскресенье из мертвых по традиции написано в Захарии конечно 14 главе третий счет в стихе также мы читаем об этом из день апостолов в первой главе что Ишуа сказал что идет на небеса там ангел сказали что также не вернуться не вернуться на это же место таким же образом мы знаем что есть большое значение у этого места масличной горе касающейся ничего еще когда вернется второй раз с какой целью чтобы установить царство небесное да царство божье царство божье во всем мире и его столица будет в Иерусалиме и когда же он сидел там на масличной горе приступили к нему ученики наедине второй раз мы видим как его ученики пришли чтобы к нему и первый раз они не было желания сказать видишь эти красивые здания сейчас они хотели понять что о чем он говорил во втором стихе о разрушении храма и спросили скажи нам когда это будет еще раз вопрос и какой признак твоего пришествия и кончины века и три этих вопроса они очень важны важны да мы видим связь между тем что говорил Иешуа во втором храме и конечно и что будет почему я говорю что будет потому что он говорил так же о времени когда он придет то есть признак того пришествия и кончины века я хочу сказать что то чтобы понять эту главу есть две вещи которые мы должны с ними согласиться первое кому он говорил своим ученикам так же так же вы должны проверить все время что он говорил своим ученикам иногда он говорил о учениках что с ними будет иногда он говорил ученикам что будет с кем с сторон основной израилевы и те которые будут в конце то есть которые будут в иудее в это время его ученики мы будем говорить в учениках его когда в конце времен последние дни так если еще мы должны что-то понять с этого стиха с третьего стиха где написано кончина еще три раза есть слово конец кончина или конец что он означает на греческом в оригинале мы должны понять о каком конце мы говорим конец этого мира когда будет царство божье или или конец пребывания верующих в этом мире это не то же самое да мы поймем почему-то не то же самое в наших учения в нашей учебе есть различия между то написано ученики в этом мире и конец мира прямо конец этого мира настоящего мы не можем это четко сейчас но через несколько недель мы это поймем но четвертым стихе мы читаем ученики спрашивают его три вопроса да какой признак того пришествия странно что это задают вопрос потому что насколько я понимаю они до сих пор знают что они должны умереть и уйти из этого мира или они уже понимают что они должны умереть и выйти из этого мира и потом вернуться мы две важные вещи учим из этого вопроса во первых это чтобы учить что в это время они знают что кто еще он мессия то чтобы научить нас что в это время ученики его действительно верили что он мессия также мы знаем что захария 400 главе что мессия должен прийти они не знали как это все вместе соединяется эти события это причина почему вопрос почему когда ты вернешься какой будет признак знак знамения этого пришествия еще что мы должны понять лучше написать это и понять это когда мы говорим о пришествии мессии мы должны разделить два события время когда он придет чтобы нас забрать из этого мира когда до того как изольется гнев божий на мир и второе событие когда написано это то что первое послание к фессалоникийцам написано когда еще придет второй раз не для того чтобы нас забрать когда придет второй раз будем говорить это двадцать 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 девятый стих в этой главе когда придет второй раз кто придет с ним верующие да и этот факт она учит нас он придет с облаками небес он придет два раза с облаками небес второй раз он придет чтобы установить свое царство когда вернется только в воздухе это не весь путь до нашего мира он бьет чтобы забрать нас этого мира и будем с ним во время гнева божьего над миром сейчас скажи но когда это будет когда будет разрушение второго храма второй вопрос какой признак твоего пришествия мы не знаем что они думали об этом мы говорим о конце мира это привести все к концу немного отличается да есть конец есть также также привести все вещи в правильное состояние мы говорим о привести все к заключению правильно в правильном образом да теперь 4 стих и еще отвечает и три вопроса иисус сказал им в ответ интересно первое что говорит им в этом времени времени конца сказал берегитесь чтобы кто не прелестил вас и мы из этого учим что учим что во время конца времен будет много лжи в этом мире есть люди и мы придем к этого свящих стихах многие люди которые хотят открыт вещи что не хотят открыть это ложь еще раз о ком говорил кому говорил еще кро ученикам верующим мы должны по ним думать об этом стихе есть угроза кто-то не знает истины очень легко что не поймет истину о последних временах и враг он может привести нас неправильно неправильное место неправильным делам не по воле Божьей поэтому мы понимаем что те которые учат что последние дни это не важно мне не важно я не хочу говорить об этом я хочу только только благовествовать 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 это хорошо но также еще учи нас что мы должны понимать что произойдет в конце времен берегитесь это повеление да еще наш господь наш учитель он сказал берегитесь чтобы кто не прелестил вас и сейчас он хочет объяснить о чем он говорит здесь да потому что многие очень важно написано многие не только здесь и там не только несколько людей но многие ибо многие придут как под именем придут во имя мое как бы на иврите написано и это обольщение как бы это ложь это не тех у кого нету веры ложь и это обман придет из самой общины самой общины самой церкви ибо многие придут во имя мое то есть они будут верующими они как бы верующие и будут говорить то есть я то есть Ишуа есть мессия придут в конце люди у них нету истины в них и скажут что Ишуа он мессия и они пришли во имя его но это неправильно это люди которые очень плохие люди и у них нету истины в них не пребывает истина еще раз весь стих ибо многие придут во имя мое и будут говорить что я мессия факт что они пришли во имя мессия я я проверял мы не говорим о том что многие люди хотят толковать то что что люди придут и сказать что они что они мессия да что я мессия то есть о себе они скажут это не так по грамматике греческого они придут во имя ишу и скажут и мы трудно повешу как как они то есть как сказать что они во имя еще приходят и говорят что я мессия о себе не может такого быть кто есть еще он мессия я не могу сказать что я что они что я мессия о себе но когда придет антихрист он скажет что он мессия мы не видим это когда мы используем канав и новый завет то что мы знаем антихристе что он скажет что он бог и вся это в храме да он скажет что он бог это очень важно что мы должны понять здесь написано в конце и мы закончим и многих прелестят и может быть это есть что не верующих они прелестят также может быть что также хороших людей верующих из того что они неправильно учили о последних днях из пророков из книги откровений Иоанна они не обратили внимание что Павел учил в антихристе они поймут изучают много проблем внутри тела мессии есть кто-то по христианским каналам выступает и также в ежемесячнике христианском он говорит что написано в откровении Иоанна что есть гора которая упадет на землю и с небес я говорю что скоро это будет и что эта гора прилетит что привести разрушение на земле проблема с тем что он говорит это произойдет он думает что будет естественно естественно гора с неба это как астероид который прилетит да то что написано в откровении Иоанна что господь пошлет это это будет необычно это будет сверхъестественно и когда это случится после после ишуа придет чтобы нас забрать все это часть чего гнева божьего гнева на земле и все говорят вау и покупают эту книгу и он думает что мы будем на земле в это время мы должны понять что написано в этой святой книге о последних днях поэтому наша тема последние несколько недель месяц полтора месяца мы хотим пройти всю эту главу также в следующей главе также мы хотим увидим что написано в некоторых других местах последних днях очень важно как сегодня как несколько стихов чтобы понять их хорошо и тогда можно соединить все вместе в одну картину я так что стало что чтобы должно надо как делать это не Продолжение следует...